Всем привет, дули, с вами Максон и продолжаем гамать турнир. Э, это что за херень сейчас было? В общем, на очереди у нас очередной трипл фред, уже нормальный трипл фред, никак пришлось делать в матче с Шона Майклсом и Роком. Ну, пока только с Шоном Майклсом. В общем, трипл фред между Кори Грейвсом, Роком и мною. Кого вы видели? Вы видели Кори Грейвса, на нем играл Влад, да, Влад, а нет, Виталик Кортиков. Вот, думал, запомнил имя, не запомнил. Вот, и это был у него, по-моему, третий бой, да. И отправился Виталик у нас в лузера, короче. А Броком Леснером играет Руслан Каполиани. Его вы еще не видели, поэтому я лично не знаю, как он играет. Сразу тут пользуются Битой, короче, всех раскидал Кори Грейвс. Кстати, следите внимательно. Мне говорили, что у него финишер не свой, и сигнатуры тоже стоят не свои. Так что, если это так, то как бы так нельзя делать, и из-за этого можно вылететь из турнира, типа, по дисквалификации. Ну, я не знаю. Ну, не хочу я, чтобы люди меняли финишер. Ну, все, приемы там вообще. Я разрешал менять старому, ну, Рэнди Ортону РКО на современные РКО. Это ладно, еще понятно. Типа, можно менять на приемы, которые Рестлер когда-то делал. Но ставить какие-то левые, даже на обычные, там, которые вам, допустим, не нравятся, там, не знаю, прием на бегу какой-нибудь, да, у вас есть. Он вам не нравится, вы ставите другой, который Рестлер никогда не юзал. Вот это неправильно, это нельзя делать. Вот, такие дела. Хотел сказать две важные инфы. Насчет оттирки. Меня спрашивают, как же сделал ты так. Я сам, конечно, не знал, мне рассказали. Я думаю, что мне тоже стоит рассказать всем, ну, на видео. Я запишу отдельно, после этого, может быть, должен канал, кому интересно, посмотрите. Это, ну, это не важно. Инфа, конечно, я хотел сказать про другое. У нас должна была быть трипла, я, может быть, уже об этом говорил, но немножечко не так. Должна была быть трипла между Рэнди Ортоном Олдскульным, Симпанком и мною. Но Рэнди Ортон Олдскульный, на котором играл, именно играл, сейчас скажу, кто. Мне где-то написано. А, Артем Матвеев. О, блин, меня вырубили. Я не видел просто. На котором играл Артем Матвеев, он не смог, сказал, что сыграть не сможет. И сказал, что записывать нужно победу Симпанку. Но Симпанк легко так не отделается у нас, потому что матч трипл-фред между Роком и Шона Майклсом не состоялся, как вы поняли, именно вчера. Поэтому игрался бой такой странный, где трипл-эйч просто ходил, создавал нам сессию. Так же с Роком не получилось. Я сказал в том видео, что так же будет с Роком, где трипл-эйч будет просто гулять. Я буду драться с ним один на один. Так у нас не получается соединиться. Поэтому я решил, что вместо олдскульного Рэнди Ортона засуну я Рока в матч против Симпанка. Ну, а так Шон Майклс свой уже бой сыграл. Получается, у нас осталось два трипл-фред боя. Это вот этот, который сейчас играем, и между Симпанком, Роком и мною. Если там не соединит, я не знаю, что делать мне с Роком. Потому что с ним вообще что-то никак не хочется коннектить. Даже несмотря на то, что я с ним один на один играл. Но сейчас уже не получается. Вот. И еще одна инфа. Ну, как, это уже такое. Я на протяжении, сколько, это четвертый, ой, пятый, это уже турнир. Всегда замечал недовольных людей, которым что-то постоянно не нравилось в течение, не знаю, всего турнира. Кто не нравилось, что я судил, кто не нравилось, что чуваки показывают какие-то странные бои, от меня это ничего не зависит. То я говорю что-то не то. Все время всем что-то не нравится. Ну, в общем, я заметил для себя, что в этом турнире из прошлых, так скажем, ошибок, я, может быть, немножечко повторил только то, что я осуждаю часто. Ну, как часто, последние там несколько выпусков. Где это уместно? Ни хрена себе какие. Ууу, германские суплексы. Ну, в общем, там, где уместно... Блин, мне жалко стало Кори Грейвса. Это была сигнатура только Брок Леснера. Короче... Да ты чё тут? Бум! Как бы он меня успел бросить? Я же замахивался ногой, чтобы шарахнуть ему. Ладно. В общем, этот пункт, где я осуждаю других участников, я немножечко не уследил. Окей, я не должен это делать, это пускай делают зрители. Я не буду вмешиваться никогда, я буду просто комментировать бой. Всё. Это я для себя заприметил. Я могу что-нибудь там высказать, мнение чисто, да? Ну, оно вот высказывалось немножечко, видимо, грубо. И это было не осуждение, это было мнение. Так что, не знаю. Я как бы, когда играю, я всё равно себя зрителем больше ощущаю. Просто зрителем, который может вмешаться в бой. А это неожиданно? Да я бы отпустил. Вообще пойду стол достану. Вот. Такие, в общем, моменты, которые я хотел сказать. Важно было, особенно про Рэнди Уортона, что он покинул турнир, как бы. И, несмотря на то, что за него даже болели, я помню, писали, Артём живи. О, нет. Артём, типа, давай, тащи. Всё такое. Живи, это мне пишут. Я не помню после какого случая. Максон живи. А, это, наверное, когда меня рабы украли. Но это также тема не для ньюфагов. Много ньюфагов просто именно на канале появилось. Так, битва улетела у нас нормально. Которые не понимают иногда, что я говорю. И тупят, короче. Чуваки, вы не тупите. Так, ломаем стол. У меня есть финишер. У Брок Леснера есть германский сублекс. Это понятно. У него всегда он есть. Нахер, иди. Я пошёл отсюда. Ты что, на меня прыгнуть хочешь? Ну, давай, прыгай. Так, разбираем столик раз. Разбираем столик два. Разбираем столик три. Брок Леснер, сюда иди. Чёрт, не смог среверсировать. И, походу, мною будет сломан стол. Нет! Кстати, вот этой хрени нельзя среверсировать. Ну, реально. Ну, где? Ага. Всё хорошо? Всё просто великолепно. Всё просто восхитительно. Как так-то? Ну, ладно. Сломался стол. Ф-5 от Брока Леснера на люке Харпере. Сигна есть у Кори Грейвса. Помимо этого, ещё есть финишер. У меня только один финишер пока что. Кто не заметил, на Кори Грейвсе лого ОВЕ. На его... Переду. Короче, на его грудаке. Так, что тебе надо от меня? Я понял. Стилстеп запульнул меня Брот Леснер. Мне показалось, он среверсировал сейчас что-то в регрессе. Нет, это был просто... Ну, в смысле, украл. Это был просто реверс обычный. Ничего не украл. Вот германский суплекс. Не знаю уже какой по очереди. Кстати, где стол? А, мы его сломали. А есть ещё? Надо чекнуть. О, есть ещё стол. Отлично. Вот мы всё тут обсуждали с Девяткиным Александром, который... Из-за которого, в основном, в принципе, и начались эти обсуждения, осуждения. Насчёт боёв, кто как должен играть. Ну, типа, побазарили, я считаю, нормально. Ну, ВК, типа. Насчёт того, что... Он считал, что, мол, мне в боях главное... Типа... Ломать столы, там, и прочее. Я никогда не говорил, что это именно так. Я, наоборот, это даже могу отрицать. Потому что мне главное не это. Блин, сейчас бы германский какой-нибудь сделать. Мне главное, чтобы была... Ну, не знаю, типа... Ну, блин. Просто сам себе реально противоречил. Говорит, что ему нравятся техничные бои, как в настоящем рестлинге. А сам при этом, ну, ничего не показывал. Ну, это реально просто прямое противоречие себе. Ну, вроде как сошлись на одной мысли какой-то, там, не знаю. Хуриконрана и... Горящий стол Саламан. Мне больше важна, наверное, интрига. Вот, на самом деле, когда вызывает эмоции бой, они тупо там... Ну, если у вас не вызывает эмоций, там, разбитие, там, прочих предметов. Я, как бы, считаю, что предметы, они должны просто как добавлять красочности боя. Ну, вообще, разговор зашел изначально с его предложения, почему тебе хочется... Ух! Ну, мимо, блин, эти стилстепсы, они не реагируют очень нихрена. В общем, с предложения, почему же ты не ставишь обычные боевые, в них тоже можно что-то показывать. Я не спорю, в них можно что-то показывать, но, учитывая, какие у нас персонажи выступают на турнире, я боюсь, что не со всеми можно что-то показывать. Поэтому лучше уж наверняка обезопаситься и поставить какой-нибудь тип боя. Ведь, если уж чувак плохо дерется, то хотя бы тип боя должен чему-то поспособствовать, правильно? Например, если есть предметы или прочие. Я просто их достаю, чтобы было интереснее. Ну, как бы, я не считаю все-таки это главное, то, что нужно сделать в бою. То есть достать предметы и сломать их. Это не главное. Главное, не знаю, мне вот нравятся размены финишерами, там, да, неожиданные концовки, там, какие-то реверсы, перереверсы. А если в трипл-фред матчах, то, когда один мочит другого, третий подбегает, валит того, кто замочил того, кого первого вырубили, он вообще из последних сил прыгает и разрывает пин. Ну, в общем, блин, вот такие вот непонятки. Ну, размены в основном, размены финишерами, интрига какая-то и прочая херня, которую можно показывать. Ну, явно не то, что было в матче с Демен Сенду, где избивался рефери. Да, окей, типа, может быть, я и понял фишечку с избиением судьи, но, блин, ты же не с этим пришел сюда в матч, правильно? Я сейчас спокойно, я сейчас никого не обсуждаю, я просто говорю, что да как. Ну, мы, я говорю, мы вроде как сошлись в единой более-менее мысли с ним. Правильно пишут те, кто говорит, зачем вы играете... Нет, понятно, турнир, он есть турнир, да, на победу. Я думаю, в последний раз нужно затронуть эту тему, потом я уже не буду особо осуждать. Турнир, он есть турнир, да, нужно побеждать, но, блин, этот турнир проводится, ну, я не знаю, не каждый месяц. Проводился бы он каждый месяц, я бы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, F5. Я бы, наверное, понял еще чуваков, потому что часто проводится. А он проводится раз в полгода и, блин, он проводится больше для зрителей. По крайней мере, я всегда играю для зрителей, это я понял... Может быть, первый турнир я так не играл, может быть, второй еще не особо так пытался. Но, нет, хотя во втором я уже слил, я помню, именно из-за этого, что пытался что-то еще показать. Но... О, Брок, о-о-о, Брок, что ты делаешь? Э-э-э-э-э-э, непонятно, что-то, короче, для меня лично произошло. Странно очень, куда-то пополз вообще Люк Харпер. Не знаю. Ладно, кто у нас там победил-то, я что-то даже прослупочил. Ага, Брок Лесснера, да, Кори Грейс победил. Ему нужно было это сделать, потому что иначе бы он покинул турнир. Ну, в принципе, да я даже не знаю сейчас, что сказать. Я лучше ничего не буду говорить. Так, подожди, вот это вот правильно моя фраза. Поймите, я никаких претензий. Просто я не знаю, что сказать. Я, я все, я теперь не осуждаю ничего. Ну, и тут вроде бы что-то было нормальное. Я просто закипишовал, и у меня сейчас сумбур в голове просто после бурной ночи, и еще нормально. Короче, Кори Грейс у нас, если бы проиграл, ну, Броку или мне, то он бы вылетел с турнира. Поэтому он постарался и выиграл. Но что-то, я пересмотрю этот бой, потому что я, как будто я его только что сыграл, но я уже не понял, что произошло. Кори Грейс записываем в венера. А Брок Лесснер отправляется к двум лозерам во второй группе. Брок Лесснер. Вот, такие дела. У нас становится все больше венеров. Мой стрик, пожалуйста, там уже не надо считать, мой счет, потому что я уже как-то не особо стараюсь, может быть, даже. Потому что 1 на 1 было интереснее надирать задницу, чем в трипле, если честно. В общем, этот бой сыграли. Это был какой-то 14-й, сейчас я себе черкану. И остается один, который я сказал, Рок, Симпанк, ну и Ян. Мне кажется, вот это будет самое проблемное, потому что с Роком вообще никак не хочется соединять. Даже с Трипл Эйчем, с которым обычно соединяет всех. Вот, я не знаю, что будет, что да как. Так вот, насчет, не договорил мысль, с кем я согласен, насчет турнира, да, проводится раз в полгода. И понятно, что этот турнир нужно побеждать, но, блин, вы показываете, вы запоминайте зрителям, хотя бы как-то. Ну, кто-то пытается, видимо, по-плохому запоминаться, кто-то по-хорошему. Ну, и вообще у всех на рестлинг различные взгляды, поэтому как настоящий, так и игровой. Но я не особо прислушиваюсь к советам тех, кто не играл в игру, и мне там что-то пишут, типа, выставляя себя всезнающими. Вот эти люди, конечно, выглядят для меня смешными иногда. Не все, конечно, некоторые советуют даже лучше, чем те, кто играл в игру. Вот. Ну, так вот, играть нужно для зрителей, а не для себя, вот в этих турнирах. Это моя основная идея, как бы, самих турниров. Понятно, что побеждать можно и вот играя каждый день в онлайне, правильно? Правильно. Но там, конечно, призы не удают. Ладно, не буду я больше затрагивать эту тему, нужно завязывать с ней. Короче, блин, я взял в руки джойстик от PS3 и пытаюсь посмотреть чат, что там написано. Дурак вообще. Видимо, реально было весело мне. Надо было дольше погамать с Найс. Я не знаю, сколько мы играли даже, поэтому немножечко сумбур в голове. Но определился у нас винер, определился лузер. Еще остался один бой. Как я уже 500 раз сказал, нужно его как-то будет сыграть. Ну, и я сейчас пойду запишу, как же сделать атирочку. Всем пока. С вами был Максон. Ждем последний бой и будем решать, что делать с остальными.